Всем привет! Меня зовут Анастасия Тарасова, а это программа Stories на телеканале Atomicen Business. Каждый день наша команда находится в поиске интересных историй из мира современного искусства, креативных индустрий и городских активностей. И каждую неделю мы делимся с вами своими открытиями. В программе Stories у нас есть отличная традиция. Через некоторое время снова встречаться со своими героями, чтобы узнать о том, как развиваются их проекты и что нового успели организовать удивительные инициативные люди, которые живут с нами в одном городе. Сегодня моя героиня Алина Мустафина, журналист, писатель, автор книги «Как уехать в Дубай и остаться там». Это бестселлер, и выход именно этой книги был поводом нашей встречи с Алиной два года назад. Вот эта книга у меня сейчас в руках. В Дубай я, конечно, не уехала. Нахожусь сейчас здесь, в Алматы, с перелетами пока все еще очень сложно, но я получила огромное удовольствие от прочтения этой книги. Она наполнена самыми жизненными, веселыми ситуациями и, конечно, поднимает настроение. Крутой журналистский бэкграунд, свой взгляд на мир, на людей подтолкнули Алину продвигать и развивать сторителлинг и открыть свой образовательный онлайн-ресурс. Именно сейчас, в эпоху коронавируса, когда нам всем приходится перестраивать свое отношение к обучающим процессам и все чаще выбирать онлайн-формат. О том, какие нюансы нужно учитывать, когда ты выбираешь себе онлайн-курс, сколько времени уделять на образовательный процесс и домашние задания, вообще есть ли в этом толк и действительно ли все зависит только от тебя. Сейчас узнаем прямо из интервью. Алина, привет! Здорово, что можно поймать тебя вот так удаленно, благо формат нашей программы Stories позволяет встречаться с героями, несмотря на расстояние, часовые пояса и время суток. Сегодня мы говорим об образовании в онлайн-формате и, как я знаю, ты недавно выпустила свой образовательный курс. Скажи, пожалуйста, подробнее, чему ты учишь и почему у любого человека есть все шансы получить новые навыки дистанционно? Я учу тому, как использовать правила драматургии в любых текстах и как использовать навык сторителлинга в любых статьях, постах, продающих текстах, в общем, во всех написанных штуках. Вот. Почему я это сделала? Потому что я являюсь журналистом по первому образованию, плюс у меня где-то около 17 лет опыта написания статей и работы в медиа. Плюс есть у меня одна книга, которую я написала и выпустила, и издала. И есть у меня еще несколько краткомедражных фильмов, которые заняли на разных кинофестивалях, взяли номинации, а есть еще и награды. Вот. И я подумала, почему бы не соединить все эти мои навыки режиссерские, журналистские, писательские в одну такую лекцию о сторителлинге. Вот. И я начала это снимать, и мне понравилось. Потом я смонтировала и действительно туда добавила примеров. И действительно получилось так емко и информативно. Вот. Это как бы такая... Я делюсь своим опытом и навыками, чтобы другие писали лучше. То есть там о том, как использовать законы драматургии, конфликт, цель героя, все вот эти знания, там, препятствия на пути, чтобы герой к концу изменился, как их применять даже к самым простым текстам в блоге у себя, либо где-то продающий текст в каком-то каталоге, в какой-то брошюре. Вот. Потому что без текстов сейчас никуда. Всем нужно иметь страницу в соцсетях, всем нужно уметь рассказать о своем товаре и написать о своем товаре. И как я, так сказать, верно подметила, и это у меня есть как раз в лекции, о том, что если я, например, Зина, которая делает торты, а есть у меня конкурентка Маша, которая тоже делает торты, но я интересней, я веселее, я пишу крутые тексты, а Маша не пишет, Маша не показывает свои торты особо, но Маша печет лучше меня. У кого купят торты? У меня, потому что я умею писать крутые тексты, к примеру. Вот. То есть это навык, который нужен, без которого сейчас никуда. И я решила им делиться. А скажи, пожалуйста, проходила ли ты сама обучение онлайн и какие наблюдения, возможно, использовала, когда разрабатывала свой курс? Да, я регулярно прохожу разные курсы, разные лекции тоже слушаю, но в основном они по маркетингу, по продюсированию, по продажам, потому что это и есть так называемое слабое звено творческих людей. Написать текст, написать книгу, ну, более-менее, пусть нелегко, но это как бы можно воплотить в жизнь, а вот прорекламировать, продать, настроить таргет, вот это все гораздо сложнее. И это, можно сказать, львиная доля того, как ты получишь покупателей, гораздо более львиная, чем твой действительно навык писательский, режиссерский и вот навык сторителера. И мы, к сожалению, живем сейчас в мире, где учителей, так называемых, очень много, и чем лучше их маркетинговский навык, тем они больше продают, но это не значит, что их продукт лучше, просто они знают законы маркетинга. Алина, а вот мне интересно, кто является твоими учениками? Это женщины, бабушки, дедушки, молодые парни, девушки, мужчины-бизнесмены. Кому сейчас интересно изучать курс сторителлинга? Мои ученики, это им могут быть кто угодно. Есть люди, которые просто хотят писать и не знают, с чего начать. Есть люди, которые уже, в принципе, умеют писать и пишут, но хотят писать лучше, хотят, чтобы их тексты дочитывали до конца, хотят улучшить навык. Есть бизнесмены, которым просто важно вести свою страницу в Инстаграм. Есть блогеры. Ну, то есть ученики вообще абсолютно разные. Мой следующий вопрос, он, знаешь, такой практичный. Обычно его задают родители, когда их дети выбирают ту или иную специальность. А в каких областях можно применить полученные знания? Это СММ, пиар, деловая журналистика? Расскажи, пожалуйста. Новые здания, сторителлинги, можно потом применить где угодно. Можно применить их в продажах, можно применить их в написании продающих текстов, можно применить их в написании своей книги, какой-то личной истории или какой-то мотивационной книги, зависит от того, что вы пишете. Можно придумать, какие статьи вы бы хотели писать в какой-то определенный журнал, отправить туда свои рукописи. Можно научиться писать лучше, потому что там есть, я еще, там очень много примеров. И примеры важны, чтобы люди видели процесс редакторской правки, почему вот это слово здесь не подходит, почему нужно поменять предложение местами, почему нужна, важна логика, почему важна цепочка между предложениями, между абзацами. Вот. И, то есть этот навык можно применить где угодно. На СММ, журналистика, пиар. И, конечно же, в финале нашей встречи я не могу не спросить тебя о том, как ты свой журналистский навык трансформировала в режиссерский, о том, как для тебя это стало новой профессией, в которой ты также используешь старителлинг для создания сценариев к своим фильмам. Да, по первому образованию я журналист, я закончила КАЗГУ, а после этого я закончила магистратуру в Испании. Пришлось срочно выучить испанский и снять там два короткометражных фильма. И после этого мы переехали в Турцию по работе мужа, и я там сняла еще одну короткометражку. Кстати, на деньги, которые выиграла в скандале с Познера и Урганта, которые использовали мое видео незаконно из Ютуба, и они мне заплатили гонорар, и потом я сняла на эти деньги короткометражку в Стамбуле. Фильм получил несколько наград на разных кинофестивалях, номинаций. Потом я сняла второй фильм в Дохе, он документальный, он вот сейчас на этой неделе будет в Лондоне, и еще его даже взяли в Канн на Short Film Corner, но Каннский фестиваль в этом году не состоится. В общем, такой у меня творческий облом века. Будь твоя Машка вечно беременная, босая, мужу чай подносить, до массажа делать. А вы не знаете, где Гарем? Турки, Руси, Кардейш. Эйна, Яку, Гарем. Да я племянницу хочу найти, Маш. Машка, это не у нас? Ну, по-арабски не разговариваешь. Где же она тогда? Поехали, а? Я же их в лифчик положила. Так же надежнее, я всегда туда кладу. А где другие? Кто? Ну, жены султана твоего. А что все керне лепуты, а? Сегодня Алина – успешный режиссер авторского документального кино, чья работа буквально недавно попала сразу на два международных кинофестиваля в Катаре и Лондоне. А еще Алина – мама двух маленьких мальчиков. И, конечно же, прекрасный пример того, как это возможно, имея домашние заботы, их хозяйство, детей и все прочие вещи, которыми как бы мы обременены на своих кухнях, снимать кино и оставаться успешной, востребованной молодой, прекрасной женщиной и режиссером. Именно за такими героями ежедневно следит программа Stories, следит очень внимательно, чтобы не пропустить ни одного интересного человека, и чтобы он стал частью нашей программы, частью истории, которую мы создаем и пишем вместе с вами. Каждое воскресенье на телеканале «Атамикен Бизнес». Увидимся ровно через неделю и познакомим вас с новыми, удивительными людьми, с которыми мы живем рядом в одном городе. До встречи через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова